Уже ни для кого не секрет, что маршрут Олимпийского огня пролегает и через Рязанскую область. Дорога на Сочи лежит через Рязань. Это символично. В одном из местных интернет-изданий появилась информация о том, что Олимпийский факел пронесут через улицу Крупской. Наша съемочная группа не стала дожидаться октябрьской эстафеты и отправилась в московский район с целью оценить ситуацию. А то как бы не опростоволосится перед Олимпийским эскортом. Первое, что бросается в глаза, это жуткие ямы. Они настолько глубокие, что тут не только ездить страшно, но и ходить. Так что, если бы факел несли сейчас, то это смог бы сделать только чемпион по бегу с препятствиями. Вторая проблема – визуальный, извините, бардак. Мусорные баки вдоль дороги, помойка у тротуара, размазанная грязь, припаркованные, где попалом машины. Сюрреалистического вида – детская площадка. Да и публика такова, что не оставит равнодушным ни одного столичного перфекциониста, да и просто обычного человека. Ты на свою рожу посмотри. Вы посмотрите, какие вы алкаши. Факел Олимпиады будет в пути 123 дня. 14 тысяч факелоносцев пронесут огонь через 2900 городов России. И тут уж никак нельзя опозориться. Хотя, наверняка, дорогу подлатают, дабы бегуны не споткнулись. Мусор уберут, а пьянчук разгонит наряд полиции. Так что видимость красивой жизни будет нам обеспечена, по крайней мере, пока не развеется почти незаметный дымок от уносящегося вдаль Олимпийского огня. А как все будет после этого, догадайтесь сами. Продолжение следует...